Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Глава района Адам Джорин встретился с жителями станицы Старопольска и Григорьевского сельского поселения. У станичников скопилось немало вопросов к работе местной администрации. Вначале в рамках встречи о своей работе на посту главы поселения рассказал Сергей Ливенцев. Он осветил основные направления работы администрации, начиная с момента своего избрания в 2016 году. Затем жители Старопольска смогли озвучить имеющиеся проблемы. Их поселение оказалось немало. Газоэлектроснабжение, здравоохранение, благоустройство и транспортное сообщение. Для решения всех имеющихся вопросов районный руководитель предложил создать инициативную группу из числа присутствующих на встрече. Ее участники должны составить полный список проблем, которые должны быть отработаны администрацией Григорьевского сельского поселения в начале 2019 года. Все меньше дней остается до нового 2019 года. Зато все больше забот в эти предпраздничные дни ложится на наши плечи. В период зимних праздников значительно увеличивается количество транспорта и пешеходов, что не только затрудняет дорожное движение, но и влияет на его безопасность. Госавтоинспекция Северского района призывает водителей транспортных средств, пассажиров и пешеходов быть предельно внимательными, аккуратными и взаимовежливыми ко всем участникам дорожного движения. А именно, исключит факты управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, строго соблюдать скоростной режим и правила перехода проезжей части дороги. Родителям стоит особое внимание обратить на обеспечение безопасности своих детей на дорогах и в местах массового пребывания людей. Поэтому всем взрослым и старшим необходимо будет установить надлежащий контроль за несовершеннолетними, для которых вы сами должны быть достойным примером в жизни, в том числе за праздничным столом на улицах и дорогах нашего района. В поселениях Северского района продолжаются новогодние огоньки. В рамках новогодних мероприятий один из них прошел в поселке Афибском. Глава Северского района Адам Джерим поздравил активных жителей, кто в 2018 году приложил немало усилий для развития и благоустройства Афибского городского поселения. Здесь сидят люди неравнодушные. Здесь сидят люди, которые и днем до ночи держат руку на пульсе в своем поселении, в других поселениях, где могут профессионально высказать ту или иную свою позицию. Я хочу вам всем сказать огромное спасибо. К собравшимся обратился и глава Афибского поселения Юрий Коваленко. Дорогие друзья, вот вы наша опора во всех делах. Вы поддерживаете нас и где-то держите нашу связь с нашим населением более тесней и ближе. И за это вам огромное спасибо. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Чтобы все наши желания исполнялись в семье, в поселке, на работе, в жизни. Счастья вам, здоровья крепко, мирного неба, удачи и благополучия. По доброй традиции, всем, кто вносит вклад в развитие района и своего родного поселения, вручили цветы и благодарственные письма. Мероприятие завершилось запоминающимся концертом. Новый год шагает по планете. По всему району начались праздничные мероприятия, где собираются самые активные жители района, чтобы в предпраздничные дни подвести итоги и поздравить друг друга с наступающим Новым годом. В Доме культуры станицы Азовска развернулся настоящий праздник с песнями и танцами. Глава поселения Алексей Подобный поздравил всех собравшихся с наступающим праздником. Я хочу вам пожелать в этом году не унывать, ни на что не обращать внимания. Жить – это самое главное. Здоровья вам, счастья, любви. Новогодняя елка, гирлянды и украшения – все это ждет жителей станицы в зале Дома культуры на предстоящих новогодних торжествах. В поселке Ильске в один вечер решили отметить сразу два праздника. Администрация поселений и глава района поздравили жителей с наступающим Новым годом и Рождеством. Как и полагается, с песнями, поздравлениями, конечно же, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. Актив черноморского поселения устроил настоящий новогодний капустник, где царила семейная атмосфера, звучала прекрасная музыка, а на лицах можно было увидеть только улыбки. Глава района выразил благодарность за теплый прием и поздравил всех собравшихся с наступающими праздниками. Я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Прежде всего, семейного благополучия, достатка, уюта и тепла вашим родным и близким. Если в доме будет хорошо, то и работа будет спориться. Самая волшебная ночь в году только впереди, но дарить улыбки и хорошее настроение родным, близким и соседям можно уже сейчас, ведь этот праздник живет в сердце каждого. Скользя копытами по паркету, мини-пиги бегут встречать гостей. Это жители обычной московской квартиры Бонифаций и Барклай. Ловко и привычно запрыгивают на диван. Сразу видно, живут в любви и достатке. Для Антона и его жены это альтернатива собакам и кошкам, на шерсть которых в семье аллергия. Отношение между ними – нормальная такая дедовщина. Старший, младший. Барклай принесли домой, он был с ладошку размером, десятидневный, по-моему, был ещё. И первое, что Боня сделала с Барклайом, это скинула его с кровати. Спрос на мини-пигов в России растёт. Подогревает интерес грядущий год свиньи по китайскому календарю. Некоторые считают, что живой символ года непременно принесёт удачу. Однако зоозащитники уже к весне предсказывают волну отказов. Спонтанная покупка для многих окажется обузой. В частности, в отличие от собак, мини-пиги воспринимают себя с хозяином на равных. Не так давно перестал спать в хозяйской кровати, именно по той причине, что ночью просыпается и искренне возмущается тем, что кто-то пошевелился, горлопанит и будет, соответственно, всех. Но при этом такой достаточно спокойный, камеру любит. Всё время лезет, когда его кто-то фотографирует, снимает. Неожиданностью бывают и размеры. Под видом мини-пигов мошенники продают новорождённых поросят более крупных пород. Учитывая, что их показывают такого размера и рассказывают, что это тикап-пик, что он будет размером с чайную чашку, а потом вдруг этот тикап-пик оказывается 40 килограмм-пик. Карликовые поросята умны, легко поддаются дрессировке. У Ксении 8 мини-пигов. Они артисты мини-шоу. Дрессировке быстро поддаются. Они моментально новые трюки выучивают за несколько минут. Самое важное здесь – воспитание. Поросята не испытывают отрицательных эмоций. У них нет страха, у них нет раздражительности. Если им что-то не нравится, они просто возмущаются. Поэтому это очень уютные животные. В среднем мини-пиге живут 10-15 лет. Прародители этой породы – вьетнамская веслоухая свинья и маленькие дикие кабанчики. Мини-пигов начали выводить в 50-х годах прошлого века как доноров для трансплантации органов человеку. Учёные стремились уменьшить вес обыкновенной свиньи в 300 килограммов до веса человека. Ещё раз. Ещё раз. Поги играем. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!